вот здесь у нас мешок с полипропиленом это очень безопасный вид пластика в него упаковывают сметанку йогурты его не так сложно переработать он конечно не очень ликвиден но его не сложно переработать и в нем безопасно покупать продукты питания эко зеленогорск у три года юбилейная акция по сбору раздельно собранных отходов прошла в зеленогорске в санкт-петербурге уже 10 лет проводятся эти акции они волонтерские проводятся группы раздельного сбора в зеленогорске этого не было не было три года назад и никаких баков для раздельного сбора вторсырья так как не все зеленогорске могли ездить там сестра рез ближайший где проводились акции они там проводятся шесть уже лет подряд или там города допустим другие районы ездить чтобы сдать это на переработку на переработку все мы решили сделать это зеленогорске данная акция является полностью волонтерской то есть мы проводим эти акции совершенно безвозмездно и значит собранное вторсырье мы передаем переработчикам в городе к сожалению это убыточно но популярно поэтому в данный момент мы существуем при помощи привлечения донатов то есть мы всегда рады когда нам дарят мешки когда делают какие-то скромные пожертвования потому что автомобилям нужно обслуживание нашим микроавтобусом на бензин также требуется средство потому что сырье в основном не окупается то есть есть очень неликвидные фракции которые даже не принимает вот петрова полиэтилен тетропак металл стекло и многослойный картон мусор принимали от граждан рядом с контейнерной площадкой перед входом в яблоневый сад акция зародившаяся три года назад стала очень популярна среди зеленогорцев мероприятие проводится волонтерами раз в месяц вся информация о проведении размещается в соцсетях также в поселке песочный есть экологическая станция зеленый лещ где тоже можно сдать вторсырье а наш проект эколога благотворительный мы собираем крышечки их сортируем сдаем переработчику а переработчик уже перечисляет денежки благотворительный фонд солнце фонд наш санкт-петербургский поэтому все денежки иду только детям нашего города на данные акции мы тоже собираем крышечки на раздельном сборе те люди которые у себя учреждениях это не организование они могут сюда также принести их любые пластиковые любых цветов мы же там сортируем сами по цветам если мы не будем перерабатывать вот эти все наши отходы да то есть во первых это даже не отходы это вторсырье то есть из этого можно сделать повторно опять-таки какие-то предметы это не надо будет новое сырье затрачивает до ресурсы планеты вот и использованная упаковка тара пластик бумага картон это все не на полигон поедет будет гнить миллионы лет разлагаться причем не разложится загрязнит территорию планету загрязнит займет огромной площади то есть вы знаете какие у нас огромные территории занимаются свалками и люди которые раньше жили против далеки от свалки свалка разослась настолько вот в новоселках левашов гачина что люди просто с ума сходят она уже под их окнами как сделать мир чище а потребление ответственным волонтеры эко зеленогорска проводит информационную просветительскую деятельность рассказывают людям какой пластик вреден и какой не должен применяться в пищевой промышленности а также какие товары и в какой упаковке лучше не приобретать сожалению пока акция целиком держится на энтузиазме волонтеров переработка не всегда выгодно для развития перерабатывающей промышленности не хватает законодательной базы в россии производитель не платит утилизационный сбор и пока это вопрос будущего но есть и хорошие новости сейчас в петербурге в частности открываются производства основанные на переработанном мусоре